всем привет продолжаем читать книгу совершенный код и продолжаем главу 26 методики оптимизации кода и продолжаем с подглавы изменения типов данных итак начнем изменение типов данных может быть эффективным способом сокращение кода и повышение его быстродействие проектирование структур данных в этой книге не рассматривается но умеренные изменения реализации отдельных типов данных также могут повышать производительность ниже ну или далее описано несколько способов оптимизации типов данных использование целых чисел вместо чисел с плавающей запятой сложность умножение и умножение целых чисел как правило выполняется быстрее чем аналогичные операции над числами с плавающей запятой например циклы выполняются быстрее если индекс имеет целочисленный тип смотрим на экран и здесь вы видите слева пример неэффективного цикла с индексом с плавающей запятой а справа аналогичный цикл но это пример эффективного цикла с целочисленным индексом насколько выгоден этот вид оптимизации ну вы можете увидеть вот сейчас на экране результаты выполнения указанных фрагментов кода visual basic и аналогичных циклов написанных на c++ и php использование массивов с минимальным числом измерений использовать массивы имеющие несколько измерений накладно если вы можете структурировать данные так чтобы их можно было хранить в одномерном а не в двумерном или трехмерном массиве вы скорее всего ускорите выполнение программы допустим у вас есть подобный код инициализации массива смотрим на экран при инициализации массива из 50 строк и 20 столбцов этот код выполняется вдвое дольше чем код инициализации аналогичного одномерного массива с генерированным тем же компилятором java и вот так выглядел бы исправленный код как мы видим размер массива не изменился то есть количество элементов не изменилось просто изменился код его инициализации а вот результаты тестирования этого кода и похожего кода написанного на несколько на нескольких других языках и как мы видим в случае с visual basic самая большая экономия а самая маленькая в случае с шарпа временные показатели указаны для python и php получены в результате более чем в сто раз меньшего числа итераций чем показатели приведенные для других языков поэтому их непосредственное сравнение недопустимо результаты этого вида оптимизации прекрасно как я уже сказал для visual basic и java хороши для php и python но довольно заурядные для c++ и csharp правда во время выполнения не оптимизированного кода csharp было лучшим так что на это едва ли можно жаловаться широкий разброс результатов лишь подтверждает недальновидность слепого следования любым советом по оптимизации не испытав методику в конкретных обстоятельствах ни в чем нельзя быть уверенным минимизация числа обращений к массивам кроме минимизации числа обращений двумерным или триммерным массивом часто выгодно минимизировать число обращений к массивам в общее подходящий кандидат для применения этой методики цикл в котором повторно используется один и тот же элемент массива и смотрим на экран вот пример необязательного обращения к массиву при изменении индекса discount level по мере выполнения внутреннего цикла обращение к массиву discount discount type остается все тем же вы можете вынести его за пределы внутреннего цикла и тогда у вас будет одно обращение к массиву на одну итерацию внешнего а не внутреннего цикла и вот пример вынесение обращения к массиву за пределы цикла как мы видим this discount равно discount discount type вынесен из внутреннего цикла и вот результаты сравнения этого кода до и кода после тестирование выполнено для type count равно 10 и level count равно 100 как обычно результаты зависят от конкретного типа компилятора использование дополнительного индекса предполагает добавление данных связанных с основным типом данных и повышающих эффективность обращений к нему связанные данные можно добавить к основному типу или хранить в параллельной структуре индекс длины строки примером использования дополнительного индекса может служить одна из форм представления строк в языке си строки заканчивается нулевым байтом что касается строк visual basic то их длина хранится в начальном байте чтобы определить длину строки си нужно начать с начала строки и продвигаться по ней подсчитывая байты до достижения нулевого байта для определения длины строки visual basic нужно просто прочитать байт длины байт длины строки visual basic это наглядный пример дополнение типа данных индексом ускоряющим выполнение определенных операций таких как вычисление длины строки идею индексации длины можно приспособить к любому типу данных переменной длины слежение за длиной структуры часто это более эффективный подход чем вычисление длины каждый раз когда она требуется независимая параллельная структура индексации иногда выгоднее работать с индексом типа данных а не с самим типом данных если элементы типа данных велики или их накладно перемещать скажем на диск сортировка и поиск по индексам будут выполняться быстрее чем непосредственные операции над данными если каждый элемент данных велик вы можете создать вспомогательную структуру состоящую из ключевых значений и указателей на подобную информацию если различие размеров элемента структуры данных элементов вспомогательной структуры достаточно велико элемент ключ можно хранить в памяти а сами данные на внешнем носителе все операции поиска сортировки будут выполняться в памяти а к диску можно будет обращаться только только после определения точного расположения нужного вам элемента кеширование кеширование это такой способ хранения нескольких значений при котором значения используемые чаще всего получить легче чем значения используемые реже так если программа случайным образом читает записи с диска метод может хранить в кэше записи считываемые наиболее часто получив запрос записи метод проверяет имеется ли запись в кэше если да запись возвращается непосредственно из памяти а не считывается с диска кеширование можно применять и в других областях программе обработки шрифтов microsoft windows узким местом было получение ширины символа при его отображении на экране кеширование ширины символа использованного последним позволило примерно вдвое ускорить отображение вы можете кешировать и результаты ресурсоемких вычислений особенно если их параметры просты пусть например вам нужно найти длину гипотенузы прямоугольного треугольника под длинным двух катетов простая реализация этого метода могла бы быть примерно такой внимание на экран это пример метода напрашивающих гуся на кеширование если вы знаете что те же значения скорее всего будут переданы в метод повторно их можно кешировать и вот внимание на экран пример кеширования для предотвращения дорогих вычислений вторая метода версия ту которую вы сейчас видите сложнее и объемнее первой поэтому она должна обосновать свое право на жизнь быстродействием многие схемы кеширования предлагают кеширование более одного элемента и с ним связаны еще большие затраты и вот сравнение быстродействия двух версий этих методов как мы видим кеширование неплохо ускорило выполнение эти результаты предполагают что на каждый промах кэша приходится два попадания польза кеширования зависит от относительной стоимости обращений к кешированному элементу создание не кешированного элемента и сохранение нового элемента в кэше она также зависит от числа запросов кешированной информации иногда она может зависеть и от аппаратного кеширования в целом чем дороже генерирование нового элемента и чем чаще запрашивается та же самая информация тем выгоднее кеширование чем дешевле обращение к кешированному элементу и сохранение новых элементов кише тем выгоднее кеширование как и другие методики оптимизации кеширование усложняет код и часто оказывается источником ошибок ну а на сегодня все по это подглава закончилась и в следующем видео продолжим с такой подглавы которая называется выражение всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем и все такое всем пока спасибо 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 спасибо